Сериал «Интерны» выходил на экраны с 2010 по 2017 год и завоевал любовь зрителей не только в России, но и за рубежом. Сюжет комедийного фильма рассказывает истории жизни медиков и неопытных интернов, попавших в подчинение к харизматичному доктору Быкову, который не упускает шанса подшутить над своими подопечными. В ленте снимались как звезды российского кино, так и начинающие артисты. Некоторые из них уже покинули этот мир. Анатолий Отраднов В сериале «Интерны» актер Анатолий Отраднов сыграл роль пациента в больнице Николая Южакова. Он появился всего в двух сериях комедии. В фильмографии артиста насчитывает больше 60 работ в кино, но большинство ролей были второстепенными и эпизодическими. Кинолюбители помнят персонажей Отраднова в лентах «Танки грязи не боятся», «Братаны», «Глухарь» и других. Исполнитель умер в возрасте 29 лет 30 января 2012 года, после того, как был доставлен в больницу с улицы в бессознательном состоянии. Попытки спасти жизнь пациента оказались безуспешными. Предварительной причиной смерти названо переохлаждение, но позже следствие установило, что актер отравился лекарствами и спиртным напитком. У артиста осталась супруга Виолетта, которая в то время ждала появления на свет ребенка. В мае того же года родилась дочь Отраднова София. Александр Числов. Среди актеров сериала «Интерны», которые ушли из жизни, Александр Числов, сыгравший в одном из эпизодов «Полицейского», на счету исполнителя свыше 200 работ в кино, но большая часть из них были эпизодическими и второстепенными. Зрители помнят его характерных персонажей в сериалах «Участок», «Дальнобойщики», «Хиромант». Здоровье Числов ухудшилось последние два года жизни. Также появились проблемы с алкоголем. Родственники пытались помочь Александру, однако он отказался от лечения. Его жизнь оборвалась в августе 2019 года, когда артисту было 54 года. По официальной информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Однако в СМИ сообщалось о том, что незадолго до кончины Числову был поставлен диагноз СПИД. Дайя Смирнова. Роль пожилой пациентки с больным сердцем, которую лечила Варя Черноуз, она же Кристина Асмус, в проекте исполнила актриса Дайя Смирнова. Также она была известна как журналист и киновед. На несколько лет Смирнова прервала карьеру в кино. В 2007 году вернулась кинематограф, но снималась нечасто, появлялась только во второстепенных и эпизодических ролях. В ее фильмографии значатся такие фильмы и сериалы, как «Иван Бровкин на целине», «Принцесса цирка», «След». Знаменитость ушла из жизни в возрасте 77 лет, в марте 2012 года. Причины и обстоятельства смерти в прессе не уточнялись. Казимир Лиске Актер Казимир Лиске приехал в Россию и США, здесь он получил актерскую профессию, встретил любимую женщину и создал семью, в которой в 2015 году родился сын Оливер. Позже артист стал театральным режиссером, параллельно снимался в кино. В интернах получил роль иностранца, оказавшегося в российской больнице. Также в его творческой биографии роли в сериале «Спасение», фильмах «Движение вверх» и «Иван Грозный». В 2017 году знаменитости не стало. Он скончался в возрасте 35 лет после падения из окна пятого этажа. Обстоятельства трагедии окончательно не были установлены. Рассматривались версии суициды несчастного случая. Также сообщалось, что в крови погибшего актера были обнаружены следы наркотических веществ. Анна Воронова Поддолжает список умерших актеров сериала «Интерны» Анна Воронова, которая появилась в эпизодической роли пациент Керимы Арнольдовны. Ее жизнь оборвалась в 2015 году, когда ей было 48 лет. На счету исполнительницы десятки второстепенных и эпизодических персонажей в фильмах и сериалах. Она появилась в лентах «Елки», «Физрук», «Бабоньки», где сыграла главную роль. Также артистку помнят по многочисленным театральным работам. Ей одинаково хорошо удавались как драматические, так и комедийные образы. Причина смерти актрисы не уточнялась в СМИ, но из неофициальных источников стало известно, что Воронова боролась с диагнозом рак. Александр Леньков Роль отца доктора Купитмана в сериале сыграл актер и телеведущий Александр Леньков. Поклонники помнят и любят его персонажи комедийного характера. Часто исполнитель играл в кино и театре незадачливых мужчин-холостяков. Также зрители младшего поколения знали Ленькова в качестве ведущего детских передач «Умелые руки» и «Сказки для самых маленьких». Он ушел из жизни в возрасте 70 лет в 2014 году. Артист не оставлял работу до последних месяцев, несмотря на ухудшение самочувствия и проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала онкологическая болезнь желудка, которая дошла до последней стадии. Лечение и оперативное вмешательство не помогли улучшить состояние знаменитости. У Александра Ленькова остались жена, дочь и внук. Наталья Корчагина Завершает подборку умерших актеров сериала «Интерны» Наталья Корчагина, которой досталась небольшая роль медсестры в одном из эпизодов. Актриса также известна по театральным выступлениям и ролям в фильмах и сериалах «Моя прекрасная няня», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Большинство ее персонажей были второстепенными и эпизодическими, а имя артистки часто даже не указывали в титрах. Знаменитость скончалась в ноябре 2018, на 71-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, который немного отличается по тематике, он больше музыкальный. С вами не прощаюсь и до встречи!